Во имя Отца и Сына, и Святаго Ивуха. Аминь. Мы вспоминаем усекновение главы Святаго Пророка, Претечи и Престителя Господня Иоанна и совершаем престольный праздник нашего храма. Казалось бы, одно из самых ужасных событий, описанных в Священном Писании Нового Завета, а мы совершаем праздник. Человеку отрубили голову, а мы в красных ризах собрались и торжествуем, словно бы на Пасху. В жизни Церкви и в восприятии Церкви все происходит иначе, чем в жизни и восприятии обычных людей. То, что может обычному человеку казаться трагическим инцидентом, в Церкви может восприниматься совершенно иначе. И не случайно с самого раннего периода бытия Церкви особым почитанием в ней пользовались мученики. Те люди, которые жизнь свою по человеческим меркам закончили трагически, чья жизнь оборвалась преждевременно. Многие из них ушли из этой жизни совсем юными, как бы не реализовав свой земной человеческий потенциал. Но они совершили тот подвиг исповедания Христа Спасителя, за который они удостоились мученического венца, и за который их прославляет Святая Церковь. Святой Пророк, Претечий и Креститель, Господень Иоанн, был последним из пророков и первым из мучеников. Он стоит на пороге Нового Завета, возвещая людям о том, что за Ним грядет Тот, у Которого Он не достоин развязать ремень Богу Его, Тот, Который будет крестить нас не водою, а Духом Святым и огнем. Он указывает на грядущего Спасителя и говорит, вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира. Он первым распознает в Иисусе Христе не простого человека и не просто пророка, а того, Кого Бог обещал израильскому народу, Мессию Христа, Спасителя мира, Который на Себя берет грех всего мира, Который пришел для того, чтобы искупить человеческий род от греха и смерти. И святой Иоанн Претеча, как бы предшествуя Господу Иисусу Христу, не только здесь на земле, но и в вечности, умирает раньше Него, для того, чтобы уготовать Ему путь не только здесь, но и там. И как верует Церковь, после того, как Он был убит беззаконным четвертовластником Иродом, о чем мы сегодня слышали в чтении из Евангелия от Марка, После этого душа Его сошла в адские бездны, для того, чтобы и там уготовать путь Спасителем, прямыми сделать стези Ему, для того, чтобы и там возвестить о том, что грядет Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира. И когда Господь Иисус Христос умер на кресте, то, как мы веруем, душа Его сошла в ад, не для того, чтобы там остаться, но для того, чтобы и адские бездны наполнились Божественным присутствием. И для того, чтобы открыть путь к воскресению из мертвых и к вечной жизни всем тем, которые ожидали Спасителя в этих темных адских безднах. И, конечно, вместе с ними был выведен оттуда и Святой Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн, которого мы сегодня почитаем и которого мы прославляем как Пророка, как Того, Кто указал и продолжает указывать людям путь ко Христу Спасителю. Мы совершаем этот престольный праздник, одновременно отмечая начало учебного года в нашей Общице полной аспирантуре и докторантуре. Мы начинаем этот год в непростых условиях, потому что, к сожалению, продолжается пандемия коронавируса. Мы не можем в полной мере обеспечить очное обучение для всех студентов. Но, по крайней мере, после целого года, когда мы занимались заочно, мы сегодня имеем возможность друг друга видеть в лицо, пусть и в масках. Мы имеем возможность начать учебный год в очном режиме с надеждой на то, что при строгом соблюдении всеми преподавателями, начальствующими и учащимися тех противоэпидемических мер, которые необходимы, мы сумеем избежать заражений, сумеем избежать распространения этого вируса и сможем продолжить обучение в нормальных условиях. Начало этого учебного года ознаменовалось тем, что мы открыли новое общежитие для наших студентов. Это значимое событие в жизни нашего учебного заведения. Оно знаменует собой, по сути, завершение тех ремонтных и реставрационных работ, которые мы проводили в течение многих лет. Так же, как и завершение работ в бывшем здании Просфорне, или, по некоторым сведениям, это была не Просфорне, а конюшня. А теперь это будет наш книжный магазин. Мы тоже завершили там все работы, и в самое ближайшее время это здание откроется. Таким образом, мы полностью готовы к тому, чтобы обеспечить учебный процесс на качественном уровне. Единственное, что нам всем необходимо, это строго соблюдать те меры, которые сегодня предписываются, для того, чтобы избежать распространения инфекции, и для того, чтобы защитить свои жизни и жизни окружающих нас людей. Я хотел бы для общежития общецерковной аспирантуры преподнести картину, которую мне подарили, когда я посещал Нижегородскую митрополию и святую Тивеевскую обитель. Я прошу вынести эту картину. На ней изображен преподобный Серафим, который беседует с Матавиловым, беседует по цели христианской жизни. И как мы знаем из этого рассказа, когда преподобный Серафим беседовал с этим тогда еще молодым человеком, он просиял божественным светом так, что Матавилов не мог смотреть на его лицо, потому что оно сияло так, как сиял лик Господа Иисуса Христа, когда Он преобразился перед Своими учениками. Пусть эта картина напоминает нашим учащимся о цели христианской жизни и о цели обучения. Потому что, как говорил преподобный Серафим Саровский, цель христианской жизни заключается в стяжании Святого Духа Божия. А цель обучения, это я уже от себя говорил, заключается в том, чтобы не только приобрести какую-то сумму знаний, но чтобы эти знания поставить на службу Церкви, и чтобы эти знания послужили ко спасению. Чего я всем нам искренне желаю. Всех вас, дорогие отцы, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником. Пусть Пресвятая Богородица покрывает нас от всякого зла честным своим афором. И пусть молитва Святого Пророка, Претечи и Крестителя Господня Иоанна сопровождает нас на нашем жизненном пути. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok